Перед началом битвы умов – ритуал для поднятия настроения. Участникам раздают печенье с предсказаниями. В игре «Что, где, когда» в Европейском Союзе соревнуются студенты из Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Из соседнего региона приехать в первую столицу не побоялась и будущая пиарщица Мария Дубовая. Четверокурсник Александр Герасименко на дорогу из родной Горловки не пожалел ни сил, ни денег. Объясняет спешил к единомышленникам. Здесь я себя чувствую как дома, в отличие от Горловки, где у меня просто каждый день происходят такие словесные баталии, буквально со всеми, начиная от родителей и пытаясь доказать, что теперь мы двигаемся в правильном направлении. На грустные мысли игрокам отвлекаться некогда. Судья у состязаний строгий. Телеведущий, знаток игры «Что, где, когда» Борис Бурдам. Специально для студентов он подготовил вопросы с изюминкой. Вопросы, на которые отвечают все, это детские вопросы. Они никому не интересны и вызывают обиду на ведущего, кем он нас считает. Вопросы, на которые не отвечает никто, принято называть идиотскими. И тоже ничего, кроме злобы, он не вызывает. Над нами хотят посмеяться. Правила игры просты. Два тура по 12 вопросов на обдумывание каждого минута. Тут же ведущий подсчитывает правильные ответы. Господи Боже, ну почему вас все это так беспокоит? Являются ли американцы нашими друзьями? Игра – часть информационной кампании «Построим Европу в Украине». Она включает в себя также пятидневный курс «Школа европейских студий». Сейчас его проводят в Харькове. Мета этих заходов тоже – допомогти и зрозумить украинским гражданам специфику и актуальный стан отношений между Украиной и ЕС. Был Евромайдан, выкликав певные ожидания, на какие ЕС намагается дать ответ, допомогти Украине. Об истории, культуре и законах Евросоюза студентам будут рассказывать целый год. Организаторы планируют посетить все крупные города Украины. Марина Ступак, Анастасия Горелкина и Виталий Осьмачко. Медиагруппа «Объектив».